Ребята, сейчас Максим всех запустит, отключит все микрофоны и мы начнем. Продолжение следует... Все, можно начинать? Можно начинать, да. Ну что, друзья, рад очень вас всех приветствовать. Начну с одной хорошей новости. Определили место для участия нашего проекта в выставке. И также мы получили счет для оплаты. Выставка будет проходить в октябре месяце. Это будет на территории Экспо 2020 в Дубай. Выставку организовывают поставщик электрической энергии на территории Дубай, компания Diva. Вот, Максим, там документик у нас у тебя далеко под рукой. На экран можешь вывести, да? Так. Сейчас он найдет. Да, вот, ребят, вот он наш счет. 49 тысяч дирхам, что соответствует 1 миллиону рублей. Вот, и, кстати, Максим, у нас же еще есть карта, где наш будет стенд находиться. Вот, ребят, да, вот зелененький, да, по-моему, да. Вот зелененький стенд, там у нас 28 или 30 квадратов, да? 30 квадратов. Вот, поэтому, ребят, кто этот эфир смотрит, может сделать скрин и в указанные даты побывать на нашем стенде. Мы, конечно же, будем этому очень и очень рады. Итак, друзья, для чего нам вообще нужна эта выставка? Что мы там будем представлять? Максим, перейди, пожалуйста, на наш сайт. Я сейчас в двух словах еще расскажу, что вообще у нас происходит. Какие у нас планы. И для чего все это мы делаем? На кнопочку ветер, да, переходи, пожалуйста. Переключи, Максим, на английский язык, потому что часть аудитории у нас говорит на английском. Ну что, друзья, здесь мы видим очень красивое здание, которое может вырабатывать электрическую энергию из ветра. Получен российский патент, значит, 2 года назад. Сделаны заявки сейчас по получению патентов в 75 стран мира. Можно, Максим, пролистать до этих патентов, да, сайтик. Вот, значит, получено решение о выдаче патента на территории Южноафриканской республики. Сейчас Максим прокрутку сделает туда. Также мы получили уже решение о выдаче патента на территории стран ЕАПО. Евразийский, в общем, это 7 государств, страны, бывших стран СССР. Ну и ведем работу сейчас на территории всех этих стран. Максим, можно понажимать флажки. Просто не все знают, что они нажимаются. Смысл в том, что под каждым из этих флажков находится документ. Вот, давай, Максим, покажи нам документ. Вот, под каждым из этих флажков находится документ, который свидетельствует о том, что эта работа ведется. Мы, кстати, даже предлагали патентным поверенным разместить ссылку на свою социальную сеть под каждым этим флажком документом. Ну, может быть, мы писали просто с незнакомой для них почты, откликнулись только двое или трое, и, по-моему, у нас под флажком США есть ссылка на патентного поверенного, который находится на территории США, и еще пару стран. Ну, мы повторим, и впоследствии можно будет даже с ними знакомиться. Также у нас есть наблюдательный комитет на сайте, друзья. Сейчас мы также вот покажем. Задача этого наблюдательного комитета – иметь достоверные сведения о поступающих средствах на счет нашего проекта. И, значит, каждый из этих членов наблюдательного комитета раз в месяц получает полный отчет о расходовании этих средств для развития проекта. Есть у нас Telegram-чат-бот, в нем состоят все члены наблюдательного комитета. Любая сумма, поступившая к нам на сайт, любая инвестиция, она сразу же отражается в этом чат-боте, и раз в месяц, соответственно, мы делаем отчет. Поэтому это делает наш проект очень и очень даже прозрачным. Кому интересно наблюдать за этим процессом, добро пожаловать в наш наблюдательный комитет. Для этого нужно связаться с поддержкой. Это у нас внизу на сайте, с правой стороны находится. И просто сказать, что вы хотите быть в наблюдательном комитете, попросят у вас всего лишь навсего ваш логин, хорошую фотографию. Максим, где у нас поддержка находится, покажи. Хорошую фотографию и ссылку на социальную сеть. Ссылка на социальную сеть для того, чтобы все понимали, что это не просто картинки, а что это все живые люди, что они действительно есть. И с ними можно познакомиться и поговорить, и узнать о каких-либо подробностях. Также у нас сейчас добавились члены команды нашего проекта. Максим, пожалуйста, открой нашу команду. И полистай до того момента. Давайте я, наверное, может быть... Ну, давай еще дальше. В общем, мы также видим, что команда наша растет. И здесь не вся команда представлена. Мы здесь не представляем наших айтишников. Дело в том, что айти сегодня большой дефицит. И когда будут все видеть, насколько у нас хороший продвинутый сайт, на них будет очень высокий спрос. И проект будет вынужден платить им больше, потому что появятся у нас, как у работодателей, конкуренты, которые будут желать этих айтишников видеть у себя в офисах. Ну, что еще рассказать? Соответственно, друзья, что мы должны сделать? Сейчас наша задача – это продолжать работу по получению патентов. Изготавливать макеты, потому что любой макет... И, кстати, Максим, можно на макет перейти. Любой макет дает более облегченное понимание, о чем идет речь, что это за устройство и как оно работает. В октябре мы участвуем в крупнейшей выставке всемирной. Там мы получим большое количество новых знакомств. Выставка сама по себе будет длиться полгода. Но мы не будем там представлены все полгода, потому что это выставка с разными тематиками, с разными направлениями. Ну, те, значит, дни, когда это будут выставки, относящиеся к ветроэнергетике, к энергетике и к инновациям, мы, конечно, будем стараться там принимать участие. Вот, значит, добавили мы на это... А, ну, это уже об этом расскажет Максим. Поэтому до октября месяца наша основная работа – это хорошо подготовиться к выставке, привезти сюда макеты. Это тоже, друзья, непростая задача. Например, макет, аналогичный макет, как стоит в Москва-Сити в Офимол. Его масса составляет одну тонну, и он состоит из более чем 8 тысяч деталей. И каждая из этих деталей, она эксклюзивно изготовлена именно для этого макета. Поэтому это очень большая кропотливая работа, но она дает обывателю возможность понять, о чем идет речь. Для облегченного понимания и восприятия. То есть без таких макетов мы не сможем просто-напросто рассказать за короткое время, значит, что же у нас за проект. И также мы определили срок. До ноября 2022 года мы должны уже будем определиться с территорией для застройки первого нашего объекта. У нас есть уже предложение от Конга, мы там были, вы это знаете. Есть предложение от Южноафриканской республики, я также об этом упоминал ранее. Есть у нас предложение земельный участок. Одна научная организация Российской Федерации владеет в Махачкале, на берегу Азовского моря. Ребята, приходите, занимайтесь. Но все же мы должны познакомиться со всеми возможными вариантами и выбрать наиболее комфортный, в наиболее правильном месте. Ну что, вот это наши достижения на сегодняшний день, это наша работа. И теперь я хочу задать вопрос членам нашей команды, что им удалось сделать за последний момент, за последний период от последнего нашего эфира. Максим, давай, как обычно, начнем с тебя. Расскажи нам, пожалуйста, что ты делал все это время и каких результатов тебе удалось достичь. Мне это очень интересно и я думаю, что не только мне. Ну, на прошлой неделе был в Москве. Всех приветствую, друзья. В Москве установили стойку в Сколково, где возле макета башни. Теперь ребята, которые подходят, они видят другие трансляции. Также у них есть возможность по QR-коду, там по касанию телефона перейти на сайт компании. В Афимоле. Кстати, Игорь со мной летал. В Афимоле мы реставрировали макет-город, реконструировали, потому что люди постоянно ходят, все равно где-то что-то руками трогают, что-то ломают. В общем, было немало работы по макету проделано. Установили также там монитор с трансляциями нашими. Установили, запустили трансляцию из Афимола. Поставили тестовую ветроустановку, где человек может подойти и провести некий научный эксперимент на месте и увидеть, что здание усиливает воздушный поток, что аэродинамический щит способен направить этот поток. За последнюю неделю в штат сотрудников у нас добавилось два архитектора. Один выходит в понедельник, второй через две недели сможете. Также два новых сотрудника в макетной мастерской. Ну и сейчас подготовлюсь опять к очередному полету в Москву. Будет установлен прототип в Москве с трансляцией башня, тоже в Афимоле, тоже с трансляцией. В общем, ну и много текущей работы, много вопросов от инвесторов, инвесторов различных стран. Также общаемся с Осколковой сейчас. Ну и постоянно проводим собеседование. Кстати, здесь не только моя заслуга, мне помогает Анна. Ну, тоже сейчас, я думаю, все познакомимся. Вот, примерно так. Вопросы какие еще? Макс, спасибо большое. Спасибо, что рассказал. Всем привет еще раз, доброго дня. Посмотри, пожалуйста, там Дениса, мне кажется, нужно вернуть конференцию. Кому бы ты хотел передать следующее слово, чтобы поделился своими успехами за это время? Ну, давайте познакомимся немножко с командой. Предлагаю передать слово Юре. Юра, расскажи, ты в макетной мастерской с головой у нас. Расскажи, не могу. Всем здравствуйте. Ну да, по поводу макетной мастерской, у нас сейчас одновременно делается три прототипа. Один уже завершается. Где-то в понедельник, вторник уже мы его сможем отдать Максу на Москву. Ждем последние детали. Еще собираем башню 2.5. Это у нас последняя башня большая. Следующие ждем уже немного поменьше, двухметровые. Ну и проводятся работы, ну, вернее, доработки по макету город. Там кое-какие изменения, ну, все время что-то делаем, доделываем, ну, пытаемся сделать лучше. Ну и опять же, набираем коллективы, обучаем новых работников, ну, ищем новые ЧПУ, потому что объемы растут. Нужно много макетов. Ну, в общем, развиваемся. Да, Юра, благодарю. Благодарю. Ну, давайте, ребята, со всей командой познакомимся вкратце. Просто так, Наташа, скажи, чем ты в последнее время занимаешься? Всем здравствуйте. Я работаю в проекте «Ветер» в колл-центр. Очень довольна этой работой, потому что это очень большая возможность познакомиться с людьми с разных стран. Очень много общаемся с Индией. И также очень много стран, которые инвестируют в наш проект, верят в наш проект и очень хотят в нем участвовать. На самом деле, очень прекрасная работа, очень интересно, очень увлекательно. Так что мы общаемся… Я, например, общаюсь с инвесторами, помогаю им в различных вопросах по проекту, консультирую их как в техничной части, так и просто мы с ними как бы друзья, потому что в первую очередь мы с ними дружим, а потом уже помогаем по проекту. Ну, как бы у меня все. Благодарю, Наташа. Ну, давайте сразу тогда по колл-центру. Кристина Куракова, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в последнее время? Я являюсь сотрудником поддержки данного проекта, отвечаю на вопросы, помогаю в решении каких-либо проблем. Ну, то есть это может быть по личному кабинету какие-то проблемы, ну и в принципе тоже дружим с пользователями, узнаем, как дела, как у них вообще все проходит в жизни, можем тоже пообщаться спокойно. Очень рада, что я здесь работаю, замечательный проект, рада, что люди нас поддерживают, тоже вносит слой вклад в наш проект, это замечательно. Мне нравится здесь работать, спасибо большое. Кристина, благодарю тебя. Юля, давай твое слово. Ну, как вы все видите, да, что у нас проект расширяется, и это можно увидеть по числу инвесторов на нашем сайте. Вот, соответственно, сегодня вы познакомились с девочками из колл-центра, вот, с Кристиной, да, ранее вы были незнакомы. Валерия у нас еще есть, скоро появится новая девушка в колл-центре, Дария. Продолжаем обучать новых сотрудников колл-центра и проводить также собеседование, поэтому я думаю, что колл-центр будет только расширяться и расширяться. Отлично, благодарю, Юля. Ребята, перейдем сейчас к ребятам с макетной мастерской, это их первый эфир, они в эфирах обычно не бывают. Юра немножко отчитался, ну, и познакомимся сейчас с Георгий. Расскажи, какие у тебя задачи, чем ты занимаешься? Так, всем привет. Значит, моя задача включается в том, что покраска, покраска самолеты, всякие дома, в общем, поезда, окружающая среда. На данный момент веду работу над разметкой по дорогам, то есть облагораживание окружающей среды, так сказать, просто мелкие детали, чтобы при этом глазу было, ну, и понятно, что это макет там дорог, там, что это реально город. Вот, в целом работа появляется все чаще и чаще, потому что какие-то новые задачи появляются, что-то меняется, что-то нужно подремонтировать. Ну, в общем, работа приличная. Ну, в общем, у меня все. Благодарю. Кристина Королева, давай ты. И сразу, чтобы я тот же вопрос, и Андрей, он рядом с тобой сидит. У нас там для Zoom один телефон. Привет. Я Кристина. В общем, мы занимаемся обработкой деталей на макет, на прототип, на башню. Доводим их до идеального состояния, потом склеиваем. Также я работал над какими-то мелкими, кропотливыми деталями, там, озеленение, деревья, то есть гидропоника. Это, ну, в основном такая работа. Я занимаюсь сборкой макетов, прототипов. Сейчас вот привезли новый прототип деталей, которые были изготовлены на фрезерном станке. И он будет матовый. Вот, любопытно, что получится. В целом, мне нравятся эти детали. С ними больше, как приятнее работать и меньше возни. Отлично, отлично, ребята, молодцы. Игорь, тебе слово. Игорь, нет, нет, микрофончик не включился. Нажми еще раз. Вот, Игорь, и моя основная работа – это макет города. Последнюю неделю я занимаюсь подкладкой электрики, добавлением новых функций. То есть в будущем человек, который, ну, зритель макета, сможет управлять подключением электричества. То есть выделить какой-то этаж света, чтобы более точно увидеть деление этажей. И, ну, в целом, меняем электрику, усиливаем. Он намного более сложный, чем предыдущий наш макет, который вы его снимали. И более интересный. Больше деталей, больше детализации. Красивый? Увидите. Все. Благодарю, Игорь. Никита. Да, здравствуйте. Я занимаюсь тем же самым, чем Кристина с Андреем. Принимаем заготовки деталей, очищаем, сортируем по номерам и склеиваем. Занимаюсь сборкой прототипа, уже второго. Очень нравится, интересно, отличная команда. Супер, супер, Игорь. Четко, ясно. Все понятно. Миша? Как меня слышно? Всем привет. Меня зовут Миша. Занимаюсь всем тем же самым, чем и ребята из макеты в мастерской. То есть, доводим все детали до ума, чтобы все макеты были ровные, чтобы все было красиво. Ну и, в принципе, недавно работаю в компании, еще только начинаю. Поэтому почти каждый день приходится чему-то учиться новому. Пока, Дарья. Ну, учиться это всегда хорошо. Миша, благодарю. Так, Анна, мой помощник, ждет уже, краснеет. Расскажи. Добрый день, меня зовут Анна. Я занимаюсь в основном организационными вопросами. Сейчас мы активно расширяем штат, набираем архитекторов, специалистов колл-центра. Как Юлиана правильно сказала, что инвесторов становится все больше, и специалисты наши работают и днем, и ночью. Поэтому штат немножко растет пока что. Также планируем открыть колл-центр в Индии. Сейчас активно взаимодействуем с ребятами. И думаем, что наше взаимодействие с Индией будет более продуктивным. Отлично. Благодарю. Анна, на самом деле, у Анны задачи делает, много диалогов ведет, за что я очень благодарен. Так, Виктория. Всем привет, я архитектор, и на данный момент мы заканчиваем работу над задачами по Москве-Сити. Доводим визуализации до ума. Еще один архитектор занимается видеороликом. Также по последним задачам это подготовка таких вот дизайнерских отчетов по поступлениям годовым ежедневным и там всякие не логотипы эти, господи, как они называются, подарки для телеграма и так далее. В общем, вот как-то так. Виктория, благодарю. Ну, а теперь ты, Дионисий, расскажи, где ты есть и чем ты там занимаешься. Меня слышно? Да, слышно. Добрый день всем. Меня зовут Дионисий. Я являюсь, я знаю уже проект около полтора года, являюсь инвестором этих обоих двух проектов города и ветер. И также состою в наблюдательном комитете. Вот так получилось, что мы встретились с Денисом в Сочи и завязался разговор, и я оказался в Новосибирске. Об этом подробно вы узнаете из блога, который я готовлю для YouTube-канала. Я освещаю то, что происходит в проекте, как он развивается, какие проходят мероприятия, этапы. И сам своими глазами вижу то, что проект развивается очень хорошо, можно сказать, делает большие шаги вперед. И вижу огромные перспективы. Сейчас я нахожусь в Дубае. Мы находимся... Я здесь уже четвертый день, и скоро прилечу, кстати, Макс Клу, и там мы будем снимать еще один ролик. Будем освещать все новости, подробности проекта. Супер, Дениси, это отлично. Я знаю, ты очень круто снимаешь. Расскажи, пожалуйста, когда мы увидим первые выпуски. Первый выпуск будет через 4 дня. Вы увидите его. Полные и доработанные. Хорошо, хорошо. Ну, у меня по команде пока что все. Ну, кстати, у пары человек не получилось поучаствовать, но будем исправляться. Так что, Денис, теми словами. Да, да, Максим. Так, что у нас там дальше? Дальше, дальше. Так, про команду мы рассказали. Новости рассказали. Скоро, кстати, ребята, в Новосибирске я буду через 4-5 дней. И мы там будем с командой делать. Ну, в общем, я буду долго находиться в Новосибирске. Если кто-то давно собирался посетить наш офис, то добро пожаловать. Так, что у нас была у меня мысль? И в последний момент я что-то потерял. А, вопросы у нас есть там какие-то? Вот, ко мне лично. Или к ребятам из команды? Нету, да? Ну и хорошо. Нет, на английском... Денис, добрый день. Можно задать вам вопрос? А, да-да, конечно, да. Меня зовут Юлия. Я была уже как-то в вашей мастерской, познакомилась с ребятами. Очень отличная у вас команда и замечательный проект. Расскажите мне, пожалуйста, про проект «Город». Вот вы много рассказывали про третий ярус, где находятся, значит, торговые залы, да, и все прочее. Скажите, а как в проекте реализованы, например, садики, школы, университеты? На каком ярусе они находятся и почему? Спасибо. Да, Юля, хороший вопрос. Смотрите, первый, второй уровень предполагает минимальное присутствие человека. Третий уровень – это очень напоминает нам торговый центр. Четвертый уровень с естественным ландшафтом. А сами здания, они достаточно большие, и у каждого здания есть тоже несколько этажей, там, пять или шесть, может быть, этажей. То есть нижний такой, как это сказать, блок, да, где как раз есть пространственные большие помещения с большими окнами. И как раз такая деятельность, как детский сад, институт или школа, они могут располагаться именно в этой части этих самых зданий. В небоскребе, верно? Да, в небоскребе, но это будут первый, второй, третий, четвертый или пятый этаж. То есть это будет форма, она немного больше, чем сам небоскреб, и поэтому она позволит разместить там помещения с разными функциями. И вполне это может быть даже институты, школы, в этом никакой проблемы нет. Расскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что четвертый уровень будет находиться, ну, довольно-таки высоко, да, над поверхностью земли. Как будет реализована посадка деревьев? Вы как-то изучали вопрос корневой системы? Ведь под это тоже нужно очень много грунта, почвы. Или там будут низкорослые деревья? Нет, там вполне могут быть полноценные растения, технология с 1940-х годов, военные маскировали, когда свои, значит, объекты, они просто делали такие напуски арматуры, как это сказать, и метр, там полтора может быть грунт обычный, да, и корни деревьев, они просто цеплялись за эти выпуски арматуры. И, соответственно, даже высокорослое дерево, оно могло удерживать себя даже при том, что корни не уходят в глубину. Поэтому это уже давно придумано, и самые настоящие обычные деревья, они могут расти на такой поверхности. И в мире уже есть примеры, есть примеры, когда вот такие большие деревья, они растут именно на искусственных сооружениях, на искусственно возведенных сооружениях. То есть это уже придумано. Спасибо большое за ответы. Да, спасибо за участие. Будем рады всегда. Я надеюсь посетить вашу мастерскую в то время, когда вы там будете. Отлично. Ну, давайте договоримся. Любой рабочий день, начиная со 2 июня, в течение дня можете подойти, скорее всего, я буду там на месте. В выходные вы отдыхаете, правильно? Или в субботу с этим работаете? Ну, в субботу у нас офис работает, а в воскресенье, да, у нас выходные. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, есть еще у кого-то вопросы, если, то давайте я отвечу. Если нет, то тогда переходим к англоязычной аудитории. И, как обычно, у Дмитрия будет достаточно простая задача пересказать то, о чем мы говорили здесь 40 минут на английском языке. Ну что, Дмитрий, передаю вам слово. Всем еще раз доброго дня. Спасибо большое за участие. Денис, спасибо за слово. Я постараюсь очень красочно передать все, что вы обсуждали 40 минут. Но, к сожалению, будет намного короче. Окей, лазер и джентльмены, it's a pleasure to meet you here again. As you know, we usually have a Zoom every two weeks on Fridays. The first part of the Zoom is dedicated to the Russian-speaking community, and the second part is dedicated to the English-speaking community. So, as a beginning, I will tell you the recent news of the project, what is happening, and I will tell you more about our team. One by one, I will try to go quickly to tell you who they are, and then we can go ahead with questions and answers as usual. Okay, so what happened? One of the biggest, as you know, thing that happened is we're actively developing the patenting situation worldwide. So we're getting the patents surely in Japan, sorry, in South Africa. We already got preliminary approval. Also, we got the preliminary approval for the Eurasian patent organization that should cover seven countries, almost all CIS countries. And also, this week, we paid for our participation in VETEX. VETEX is a part of Expo 2021. That will happen this year in October. So we shared already our location map in the English and Russian chat. So if you want to check it, if you want to visit us, you can always go there. And you can come to join us in October, beginning of October, we will be there. So now our main target for the summertime is to actually prepare ourselves for the Expo 2021, to prepare all the necessary documentation and all the necessary models for that part. So we can show ourselves in the best way scenario, so we can prove how good we are and what is the concept about. So on Expo 2021, we're going to have two, basically, models. I mean, it's one model, but it's dedicated for two projects. It's GORAD and VETER. You know, it's GORAD and VETER is a part of GORAD project. So it's going to be a big model that will be displayed over there within like three days during October time. And we're also working closely to find the location for our first in-pilot project. As you know, we reached a certain agreement with the RDC or DRC, Democratic Republic of Congo. We got an offer from the South African government. We got an offer also from the Russian community in Mahachkala. There is a plot of land also next to the water feature. And we also were in talks with Peru in order to visit Peru to see the site. But unfortunately, up to now, we didn't get any feedback. So our main target within the next couple of weeks' time is to actually prepare ourselves for the pilot project and to choose the right partner for ourselves, the right thing for ourselves. We also spent a lot of time working with our English community. We had a few educational sessions for them. We had a few discussions with them. We worked with the leaders of the community. And me personally, I had, I don't know, more than I think 10 Zoom calls recently with all of you guys. And I'm more than happy to support you more and more. So please feel free to communicate with me anytime. I'm almost 24-7 available. Apart from the time when I'm sleeping, the rest I'm all yours. Let me go through and quickly introduce our team because that's what we actually did in Russian. I'm sorry, I didn't get old, but we have some new people there. So I'll just introduce them by name so that they just tell you hi and we will continue with that. So we have here Maxim Pirovoy. You know all of them. This is our leader in Novosibirsk. We have Kristina Kurakova here. We have Yuri Zhilavis here. We have Natalia Trojan. Kristina Koroleva. Andrei. With Kristina. With Kristina. Andrei. We have Igor here. We have Georgi Znamensky here. We have, obviously, Deniz Taglin, as you can see. You know him. Nikita Petrov. Mikhail Dvorkin. Hannah Sekalova. And I guess that's all. If I didn't forget anyone else. So this is our main team. A few of them are missing, unfortunately, because they're busy. But this is our core team right now that is working. And they're always for you guys to support you. These ladies, they are also supporting you in support team. So please be patient. Sometimes they're overloaded. And they're doing their best to support you. So please don't panic. They're always there. And they will always support you. They will always help you. I believe we have all for this week in terms of news. So as usual, I'll be more than happy to answer your questions. Please feel free. Any of your questions, I'm here for you guys. I can see already some familiar faces that I know that already impersonal your faces. So I'm more than happy to see you again and answer your questions. Come on, guys. Any questions for today? Tanya, Faizan, Mayan, who else I know that already have been in chat with? Anyone? Any questions for today? You can, if you don't want to talk, you can ask the question by in the chat. So I will read your question and I will reply for your question. Come on, guys. Today, no questions. Kumar, I'm new. I want to take some time. Kumar, if you're an investor, we're more than happy to join for our Telegram chat. I believe you're there. That's why you're actually joining the team. So if you have any questions, you always can ask them in private for me or for some support team. Or you can ask it also in the chat. So we'll be more than happy to assist you with that. Anishet, Imorali, when is going to start the project, sir? Anishet, as I was telling you right now, our main target is the Expo 2021. The reason for that is we expect a lot of visitors during Expo 2021. And it's going to be much easier for us to actually choose the right person to deal with. Because as I mentioned, we do have fewer offers right now, but we don't want to be in a hurry because it's very important for us to find the best solution and the most beneficial offer for our investors. So that's why we're waiting for Expo 2021 to finalize who we're going to partner with or where we're going to take the actual land for the further development. So we are planning to start the pilot project in one year time, roughly. Thank you, thank you very much, sir. Any other questions? Most welcome, Anishet. Okay, I believe there are no more questions for today. Thank you so much for your time. It was a pleasure seeing you. Всем спасибо большое. Я был рад быть с вами. Денис, возвращаю вам слово. Ну что, друзья, микрофон. Что, друзья, очень рад был встречи. Через две недели мы расскажем, что нового произошло в нашем проекте. Очень будем рады вас видеть. Всем пока. Команде спасибо. Уже соскучился. Хочу скорее к вам. Всем пока.